Всем привет! Вы на канале Crypto Commons и сегодня у нас традиционный, можно сказать, обзор биткоина и крипторынка. Поехали! Нарыл тут такую интересную сетку EMA Ribbon, она немножко другая. Она по сути такая же, но вот смотрите, она пересекается в зеленую, и это у нас long, и пересекается в красную, это у нас соответственно short. И что мы видим здесь, что на недельке у нас все еще long, мы ее удерживаем, но на дневке у нас все еще short, с тех пор как мы ее вот здесь не удержали. Интересно на самом деле работает EMA Ribbon, если посмотреть, но на дневке она иногда вот так вот лагает, дает ложные сигналы на short, и на long первый здесь был ложный. По сути здесь особо-то и не должна она была сигналить, просто она здесь пересекалась несколько раз. И что мы сейчас видим, что нам нужно пробить уровень 40 тысяч примерно, закрепиться над ней, чтобы она перевернулась и дала сигнал на long, и это будет уже тогда конкретное подтверждение разворота. Но пока мы что здесь видим, дивера по марке Cypher, зеленые точки, Money Flow, однако, все еще на дневке красный, потому что на недельке, конечно, утешает то, что Money Flow зеленый все еще. И вот этот горбик заворачивается на недельке, вообще индикаторы очень красиво все смотрятся. Смотрите, и токастик уже 10 раз пересекся и собирается наверх, и RSI вроде как стабилизируется. Да, но на дневке, тем не менее, мы видим вот такую вот непонятную медвежью ловушку в самом разгаре. На дневке, опять же, стокастик уже достаточно перегрет, но RSI пока все еще не поднялся даже выше 50, поэтому есть еще куда расти, и стокастику в принципе тоже. Вот, но это все индикаторы, они идут за ценой, а не цена за ними, так что можно на самом деле ими пренебречь. Разве что можем вспомнить еще про Hash Ribbons и посмотреть на него, и понять, что да, капитуляция майнеров в самом разгаре, но он еще не дал пока сигнал на покупку. Ждем вот такой вот голубой кружочек по Hash Ribbons и заходим, как говорится, на всю котлеточку. А пока что хочется вам сказать, ребята? Пока вам хочется сказать, что всех, конечно, напугали всеми вот этими крестами смерти и так далее. И пока слабые руки продают, очень много знаков того, что продают они кому? Кому-то же они их продают, не просто так. Что продают они как раз сильным рукам и умным деньгам, так сказать. Дураки продают умно за полцены, потому что не забывайте, биток у нас торгуется уже на 50% дешевле, чем торговался вот здесь. Не забывайте об этом. Вот, поэтому кто покупает с такой скидкой сейчас? Конечно же, не дураки. И что нам показывают ончейн метрики на Glass Note? Индикатор Pure Multiply показывает нам, что мы сейчас находимся в очень-очень вкусной зоне для аккумуляции. Посмотрите, этот индикатор рассчитывается путем деления стоимости ежедневного производства биткоинов на 365-дневную среднюю скользящую этой стоимости. И он нам показывает исторически, что всегда, когда мы вот в этих вот низких значениях, в районе зеленого коридора, посмотрите, это всегда отличное, ну это в принципе конкретно дно предыдущего цикла всегда. Что вот здесь, потом мы начали расти. Что вот здесь, это было дно, мы начали расти. Видите, что вот здесь, тоже это было рыночным дном. И сейчас он нам указывает на то, что это в принципе, ну он еще может, конечно, чуть ниже опуститься, но на то, что это в целом рыночное дно. То есть даже если мы вдруг сейчас провалимся ниже 30-ки и кольнем там 25 или как-то, или что-то такое, то это все равно не отменит то, что я вам сейчас говорю. Потому что помните, мы с вами здесь разбираем долгосрок, а не краткосрок. Краткосрок я ничего не знаю, мы можем упасть и взлететь, это как бы лудомание. В среднесроке похоже, что мы уже очень близко к одну. Потом индикатор резерв риск тоже. Чем ближе он к этой зоне, опять же, накопления, тем лучше в плане соотношения риск-награда. Опять же, индикатор MVRV, который используется для определения, насколько биткоин переоценен или недооценен по сравнению с его справедливой ценой. И мы сейчас видим, что мы, в принципе, практически недооценены, чем переоценены. Но тут, конечно, другой момент, что мы движемся уже как в медвежьем рынке. То есть, если падение продолжится, то он может упасть еще ниже. Поэтому здесь, скорее, нейтральный сигнал мы видим. Но по метрике реализованных убытков мы видим, что самые большие убытки за всю историю были реализованы вот не так давно. То есть, это нам говорит еще раз о капитуляции слабых рук и том, что они продавали ниже, чем купили. Вот, опять же, исходя из Realized PNL Ratio, мы видим, что сейчас большинство в убытке находится, чем в прибыли. Хотя недавно еще все находились в абсолютной прибыли. Ну, кроме тех, кто, конечно, шартил там из 20 тысяч. Вот, сложность майнинга, опять же. Сетка сложности, опять же, очень хороший индикатор. Смотрите, исторически, когда она вот так вот сближалась, то есть, стягивалась в одну прямую линию, это всегда был признак реаккумуляции флета перед последующим ростом. И сейчас снова она стягивается. Вот есть даже индикатор компрессии сетки сложности. Исторически, в зонах сильной компрессии, в низких значениях, это были очень хорошие места для покупки. И вот сейчас, посмотрите, мы все это время в компрессии. То есть, на самом деле, мы даже не вышли из этого флета, видите? То есть, весь вот этот bullrun, даже с 10 тысяч на 60, мы все еще здесь аккумулируемся. То есть, на это, я думаю, стоит обратить свое внимание. По этой метрике мы вообще с вами все еще в зоне аккумуляции находимся. И даже не выстрелили, как вот здесь и вот здесь. Ну, hash ribbons мы смотрели. Капитуляция майнеров в самом разгаре. Сейчас майнеры переедут. Начнется новый сезон. Включатся в розетки. Сложность взлетит. И цена догонит. Сложность тоже взлетит. И сигнал на покупку мы увидим уже в моменте начала взлета. Так что, много-много тут всяких штук. Ну и отклонение от курса по модели Stock to Flow тоже у нас сейчас в зеленой зоне. То есть, мы ниже самой модели. Это тоже очень хорошо для покупок. Потому что, ну, сами посудите. Вы же не хотите покупать, когда актив перекуплен. Правильно? Вы не хотите покупать вот здесь, вот здесь. Вы хотите покупать вот здесь и вот здесь, внизу. Когда актив не докуплен. И вот по модели Stock to Flow, смотрите, мы ее перегоняли еще недавно. А теперь мы упали прям под нее. Соответственно, эта разница и показывается нам здесь в Stock to Flow Deflection. То есть, вот когда мы здесь, посередине, это нейтральное значение. Сейчас мы ниже, чем модель. Соответственно, здесь можно смело покупать на средний срок и продавать, когда мы будем выше, сильно выше в красных значениях. Вот какие-то такие среднесрочные идеи по Glass Note аналитике. Хочу вам также напомнить про то, что в описании этого видео находятся все наши ссылки. Телеграм-чат, телеграм-канал, наш второй YouTube-канал, рабочие обменники, кто задумался купить крипты или кому нужно вывести профит. Рабочие обменники. Правда, сейчас наш любимый обменник FastChange пишет, что по техническим причинам не обслуживает карточки российских банков, только украинские. Но это временно. На этот случай мы добавили второй отличный обменник, CryptoExchange. Переходите по ссылке. Здесь вы можете менять быстро рубли, Bitok, Ethereum и Tether, Сбербанк, Тинькофф и все остальные опции. Очень хорошо, быстро работают, ребята. И отличный курс. Так что ознакомьтесь. Что еще хочу сказать? Ну и, конечно же, лучшие биржи, на которых мы сами торгуем. Вот они все здесь. Bybit, Femex, Binance, Ascendex. Новая биржа. Бывший BitMac. Polonix, Dudex. На Ascendex, кстати, по нашей ссылке вас ждет дополнительный бонус. Если вы переходите по нашей ссылке, регистрируйтесь. Вот здесь вот внизу отдел наград, бонусный центр. Если вы нажимаете, вот обычные бонусы все, но для вас действует еще эксклюзивный бонус. Вот здесь нажимаете эксклюзив бонус. Вот он, 300 USDT на ваши депозиты. Плюс там они еще дают 5 долларов сразу же просто за активацию фьючерсного аккаунта без депозита. И 5 долларов, если вы на эти 5 долларов начинаете торговать контрактом OMIUSD. Вот я начал им торговать как раз. OMIUSD на фьючерсах после активации начинаете торговать и получаете бонус. Биржа прикольная. Есть и фьючерсы, и спот, и кросс марджин, и дэш, и эфир классик, и много монет еще. Так что ознакомьтесь, зацените. По альт-сезон индексу, что мы видим, что сейчас не альт-сезон. Это был явно биткоин месяц. Да, если мы посмотрим за 30 дней, то все альты в красной зоне, включая биток в принципе, но почти все альты, кроме AMP в красной зоне. Но если мы посмотрим за год, то не все так плохо. Многие альты обогнали биткоин. Доджкоин вообще 10 тысяч процентов до сих пор. Не финансовый совет дисклеймер, но шорт приближается. Шорт возможность. Но не торопитесь шортить, посмотрите Олеси Орастани, предыдущий видос у нас на канале. Он говорит, что там пятая волна, может быть, еще не завершена. Пятая волна роста. Вот БСВ, кстати, посмотрите, за год минусы. Сатоши Вижн. Хотя там сейчас новость проскочила, что Крейг Райт выиграл суд, подделал white paper биткоина. Это, конечно, полная дичь, но я думаю, что скоро окажется, что он его проиграл, и БСВ упадет. Ну, посмотрим. Стоимость майнинга биткоина упала почти на 28 процентов. Собственно, о чем и речь. Новые зеленые дата-центры для майнинга биткоина открываются. А, ну вот, собственно, сайт Bitcoin.org запретил скачивать клиент Bitcoin Core в Великобритании. Это как раз связано с тем, что Крейг Райт выиграл суд, в котором он выиграл у Кобра, разработчика биткоина, патент на авторское право на блокчейн биткоина. Это полный бред, конечно, но на территории Великобритании теперь, вот, они говорят, мы должны соблюдать закон. White paper биткоина находится в блокчейне и не может быть получен с помощью программного обеспечения. Это не развлечение игры, это закон. В 2019 году самый провозглашенный создатель биткоина Крейг Райт оформил на себя white paper, исходный код первой криптовалюты. Позже в Бюро авторского права США уточнили, что не признали его создателем цифрового золота, Сатоши Накамото. Но в январе вот он обвинил сайты Bitcoin.org и Bitcoin Core.org в нарушении авторских прав и потребовал удалить white paper. Полный вообще бред и крышеснос, но, ребята, 28 июня высокий суд Лондона вынес решение в пользу Райта. Вот в такое вот время мы живем. С камерами полнится YouTube, который банит честных блогеров время от времени, но при этом пропускает эти жесткие гивэвэи, скамы. Кстати, обязательно, ребят, ни в коем случае не ведитесь, мы никогда не попросим у вас денег, не дадим вам свой WhatsApp. Если в комментариях вы видите таких вот жуликов, нажимайте им дизлайк, репорт. Вот ни мы, ни какие другие криптоканалы, никто не будет вас консультировать и обещать вам там не 40 годовых, не 80, не 30% в месяц, тем более. Это все мошенники, никаких арбитраж групп, ничего нет. Все, мы даем только бесплатно свой контент. А чтобы нас поддержать, вы можете легко воспользоваться всеми партнерческими ссылочками, зарегистрироваться на биржах, получить бонусы. Мы с этого тоже получим бонусы. Так что всем будет приятно и хорошо. Вот такие вот сегодня новости. Все оживает, CoinMarketCap оживает. Еще раз говорю, пока слабые руки продают и не верят. Умные покупают. Так что еще не вечер, бауран не закончен. И как всегда по модели Stock to Flow, график биткоина за 10 лет. И по всем законам здравого смысла мы сейчас делаем как-то вот так вот. Двугорбый верблюжий рынок. И летим куда-то наверх туда, куда никто на самом деле не ожидает, хоть все и говорят. И по модели Stock to Flow, и по остальным всем метрикам. Вот туда нам самая дорога. Наверх нашего канала, чтобы выстричь неверующих. Так что у меня на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайк, если вам нравится криптоконтент. Если вы согласны. Если вы не согласны, все равно подписывайтесь, ставьте лайк и пишите в комментариях, что вы медведь. Чем больше вас будет, тем быстрее мы полетим наверх. Потому что все неверующие, все медведи, это отличное топливо для роста. Все, ребятки, все ссылки в описании. Спасибо, что смотрели. С вами был Гриня. Это канал CryptoComments. Всем профит. Увидимся скоро. Пока.